Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире Эхо Стокгольма, радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф в связи с агрессивной войной, развязанной кремлевским режимом против независимой Украины. Эта программа в большей степени об историческом для Швеции событии – подаче заявки на членство в Североатлантический Альянс, НАТО. Мы послушаем мнение по поводу прихода в НАТО Швеции и Финляндии Артемия Троицкого, известного российского журналиста. Путин, как великий геостротег, в очередной раз по-крупному и очень жиденько обосрался. А под финал у нас аудиоверсия последнего, 161-го выпуска Масяни. Масяни Олега Куваева. Масяни, обалдевшие от происходящего под названием «Как объяснить детям». Напомню, что помимо разных интернет-платформ, как то Саундклауд, Телеграм, Ютьюб, радиостанцию «Эхо Стокгольм» можно слушать на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Москве и Киеву, сейчас два раза в неделю по вторникам и субботам. Итак, Швеция подала заявление о вступлении в НАТО. Еще три месяца назад такое вообразить было просто невозможно. За членство в НАТО активно бились шведские консерваторы, очень долго бились и шведская либеральная партия, то есть партия правого толка. Но правящие ныне социал-демократы левый фланг вели свою догматичную линию о неприсоединении к военным альянсам и блокам, и казалось, что позиция эта непробиваема. Но в мгновение ока российская агрессия в Украине эту политическую стабильность, эту догматичность перетасовала, и Швеция вступает ныне в принципиально новую для себя роль. Скажем, что очень многие сейчас говорят в Швеции, что без НАТО можно было бы обойтись, и что, мол, у путинских армий, орков, силы на исходе, чтобы еще и в Швецию лезть. И проснулись, конечно, всяческие антиамериканисты, антинатовцы, которые рисуют для Швеции теперь всякие нехорошие перспективы, мол, мы вообще-то за мир, а тут подставляемся. Однако факт есть факт, правительство с социал-демократами во главе решило, что медлить нельзя. Да, и Финляндия к этому шагу подтолкнула своей решимостью, и Рексдак, шведский парламент, одобрил. И вот фактический результат. 17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку Швеции на членство в НАТО, а на следующий день, 18 мая, заявка была передана генеральному секретарю Альянса Йенсу Стольтенбергу, послом Швеции в НАТО Акселем Вернхофом. Это исторический день, решение это чрезвычайно трудное и серьезное, членство в НАТО является правильным для безопасности Швеции, а также безопасности и стабильности в нашей части Европы, заявила министр иностранных дел в Швеции Анн Линде при подписании документа. Одновременно со Швецией заявку подала и Финляндия. Как мы говорили ранее, на переходный период от момента подачи заявки до полноценного вступления в организацию Швеция получила от Соединенных Штатов и Великобритании гарантии безопасности, практически равные по силе пятой статьи НАТО о том, что если не дай бог, то вся организация вступится. И если известный военный преступник решит что-нибудь устроить здесь, то отпор он получит уже по полной НАТОвской норме. Скажем также, что Швеция обговорила для себя условия, по которым ядерного оружия здесь в Швеции размещено не будет, не будет создано здесь НАТОвских баз, хотя инфраструктура для принятия группировки организаций в Швецию в случае кризиса будут готовиться и строиться. Вы слушаете «Эхо Стокгольм» и сейчас вашему вниманию рассуждение о членстве в НАТО известного журналиста Артемия Троицкого, который он записал для своего YouTube-канала АРУ-ТВ. Салю, друзья, это дед Артем. Ну, сейчас побеседую с вами на тему, которая мне географически очень близка, но в принципе, конечно, это чистая политика. Чистая политика, а я, как вы знаете, не политолог, не политаналитик, а просто простой парень, не лишенный местами здравого смысла. Поговорим мы о том, что сейчас активно обсуждается, кто-то это приветствует, кто-то это не приветствует, кто-то против этого активно протестует. Я имею в виду присоединение двух северных стран к военному блоку, точнее, военно-политическому блоку НАТО. В четверг 12 мая президент Финляндии Саули Ниннистю и премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили о том, что принято окончательное решение о вступлении Финляндии в блок НАТО. Спустя еще три дня, в воскресенье 15 мая, это решение было окончательно принято и заявление было подано. Помимо Финляндии, следом за ней в НАТО устремилась и Швеция. То есть это параллельный процесс, в результате которого и Финляндия, и Швеция окажутся членами этого самого блока. Надо сказать, что решение это и вообще это событие, оно очень неожиданное. То есть если бы еще 3-4 месяца тому назад кто-то сказал, что в 2022 году Финляндия и Швеция вступят в НАТО, ну, в общем-то, на человека посмотрели бы как на какого-то безумца. Потому что и Финляндия, и Швеция придерживались все последнее время нейтралитета. Более того, Швеция была нейтральной страной на протяжении 200 лет. То есть они были нейтральной страной, так же как и Швейцария, скажем, даже во время Второй мировой войны. Финляндия в силу своего соседства с Советским Союзом, а также в силу того, что когда-то принадлежала Российской империи, вообще имела с Россией отношения такие довольно сложные. В 1939 году, как вы помните, Сталин напал на Финляндию, думая, что это будет такая ему легкая добыча, примерно такая же, как, скажем, Балтийские страны или Восточная Польша. Казалось, ничего подобного. Финны, в общем-то, врезали по зубам как следует Красной Армии. И полегло там в снегах на Карельском перешейке порядка 200 тысяч советских солдат. В общем-то, история, которую сейчас очень часто вспоминают в связи с Украиной. В общем-то, довольно похожая, на самом деле, штука, когда армия во много раз превосходящая и в техническом, и в любом отношении, но нарывается на маленькую, но очень искусную и очень мотивированную армию, практически такую полупартизанскую. Ну, точно так же, как сейчас в Украине. И в результате огребает просто по полной программе с бешеными потерями. Я уже не говорю о потере лица. Ну вот, но после этого, конечно, Финляндия вынуждена была в годы Холодной войны иметь с СССР отношения, ну, такие, я бы не сказал, унизительные, но, как бы, не очень почетные. Возник даже такой термин «финляндизация», который предлагали, кстати, и Украине тоже сейчас. Финляндизация, это значит, что, как бы, страна нейтральная, страна независимая, но при этом, как бы, внимательно прислушивающаяся ко всяким требованиям своего огромного восточного соседа, вот, и исполняющая иногда какие-то его деликатные поручения. Вот в таком состоянии Финляндия находилась очень долго, при президенте бессменном тамошнем Урхо Керканене и так далее. И, в общем-то, в последнее время эта ситуация тоже не сказать, чтобы каким-то драматическим образом менялась. Но события в Украине, естественно, все перевернули. И Финляндия вместе с вечно нейтральной Швецией решили от греха подальше вступить в блок НАТО. И это не только политическое решение финского и шведского руководства, это и решение народов этих стран. То есть, если раньше по всяким социологическим опросам у них отношение к НАТО было скорее отрицательным, то есть, там было где-то 60% за сохранение нейтралитета, 40% за вступление в НАТО, то сейчас все эти цифры изменились на совершенно противоположные. То есть, общественное мнение Финляндии и Швеции убедилось в том, что Россия страна агрессивная, страна непредсказуемая, а еще к тому же и зверски жестокая, там прочее, прочее. В общем-то, посмотрели на все эти жуткие украинские картинки и решили все нафиг, нафиг, нафиг. Нам нужны гарантии, нам нужна безопасность. Кто нам может дать гарантии безопасности? Ну, в общем-то, кроме НАТО некому. Китай очень далеко. Россия, она и есть страна-агрессор. Так что выбора нет, надо вступать в НАТО. Если для Финляндии и Швеции мотивация совершенно понятна, то со стороны НАТО, надо сказать, тоже сделка выглядит очень даже выгодно. Во-первых, потому что замыкается как бы кольцо. Замыкается кольцо от полярного круга, где у НАТО имеется норвежско-российская граница, а Норвегия член НАТО. Но граница там очень-очень маленькая в Мурманской области, очень узкая, где-то 50, что ли, километров. В общем, совсем чуть-чуть. Вот, потом долгая-долгая граница с Финляндией, и потом уже балтийские страны, которые тоже члены НАТО. И вот получается как бы такой огромной длиной примерно в 1300 километров разрыв между странами НАТО. Сейчас этот круг, это кольцо будет замкнуто. То есть, на самом деле, окажется, что аж до самой Белоруссии и Украины Россия окажется в кольце стран НАТО. Ужас-ужас. Но НАТО это хорошо. Во-вторых, это выгодно для НАТО, потому что и финская, и шведская армии очень хорошие. То есть, это сильная армия. Я даже думаю, посильнее, может быть, чем, скажем, некоторых более крупных государств, скажем, Германии, например. Причем, эти армии, они еще такие взаимодополняющие. Потому что шведская армия, она довольно малочисленная по своему составу, но очень высокотехнологичная и с очень сильными военно-воздушными силами. Финская армия, наоборот, у них шикарная там пехота, танки, артиллерия и так далее. И армия очень многочисленная, одна из самых больших в Европе. Но при этом, как раз, скажем, с самолетным парком у них так все довольно-таки скудно. Так что Финляндия плюс Швеция дают просто очень-очень полноценную и такую разнообразную военную мощь. Ну и в результате этого, понятно, еще если мы вспомним Швецию, которая непосредственно с Россией не граничит, но как бы полностью охватывает западный берег Балтийского моря, получается, что Балтийское море, весьма и весьма для России важное, фактически превращается во внутреннее озеро НАТО. То есть, единственное, что там к НАТО не относится, это город Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также совсем маленький кусочек, это Калининградская область. Калининградская область, опять же, сами понимаете, место такое довольно шаткое. Вот это же, между прочим, касается и границы в Ленинградской области и Карелии, потому что, как известно, эти территории как раз были захвачены Советским Союзом в 1945 году. Они отошли после поражения Германии, ну и, соответственно, Финляндии тоже во Второй мировой войне. И, по идее уж, если, скажем, Россия постоянно брецает оружием и говорит о том, что исконные земли какие-то там у России оттяпали, в принципе, то же самое может заявить и Финляндия. Отдавайте нам нашу Карьялу, отдавайте нам наш Коррад Бипури, который вы прозвали каким-то Выборгом. В общем-то, вполне, вполне резонные вещи. Более того, там уже даже на появившиеся вопросы на эту тему финский официоз уже ответил, что, вы знаете, мы, в принципе, не против, если все будет согласовано нужным юридическим образом, пройдет вся одобренная, значит, в мировой, значит, практике международных отношений процедуры. Мы не против того, чтобы Карелия снова отошла к Финляндии. Город Випури тоже. Так что, в общем, ситуация может быть тут очень даже интересная. Да, и забыл еще сказать важный такой фактор в Балтийском море. Это шведский остров Готланд, который вообще считается, ну, как бы ключом к Балтийскому морю. Довольно большой остров. Там имеется сказочно красивый городок Висби, где я какое-то время когда-то провел. И считается, что вот остров Готланд, как бы он может запереть, а может открыть все Балтийское море. А в Балтийском море, соответственно, там и Калининград, и Петербург, и Балтийский флот Российской Федерации военно-морской. Вот, это тоже очень и очень важная такая штука. Вот, собственно, такая ситуация образуется. И, разумеется, что Россия на все это реагирует крайне болезненно. То есть, уже и Путин сказал президенту Финляндии не нестью, что мы предупреждаем. Это там, типа, будет иметь какие-то последствия и так далее. Вот, будто предупреждений кто-то боится. Естественно, их никто не боится. Вот, и тут же Россия перестала поставлять в Финляндию электроэнергию. Собирается также перекрыть какой-то газ, нефть и так далее. Но это все называется стрелять себе в ногу. Shoot in the leg. Потому что Финляндия без российской нефти и газа обходится легко. Они уже об этом объявили. То есть, вообще, Россия удовлетворяет потребности в Финляндии в нефти и газе. В Швеции тут вообще ни при чем. А в Финляндии на 10% это совсем немного. А под боком находится страна Норвегия, где нефть и газы просто завались, как вы понимаете. Так что тут Россия может навредить только сама себе. Что, собственно, она уже и сделала, и сделала на всех фронтах, всех возможных. И на йоге, и на Западе. Осталось еще только что-нибудь в Арктике учудить. В общем, Путин, как великий геостротек, в очередной раз по-крупному и очень жиденько обосрался. Вот, это на самом деле очень хорошо, потому что чем хуже будет у Путина стул, тем быстрее, тем скорее весь мир вздохнет с облегчением. Всем пока. Китос по-фински, так по-шведски. Это была лекция дяди Тёмы Артемия Троицкого на тему, как Путин НАТО от границ отодвигал, отодвигал, да и придвинул. Вы слушаете Эхо Стокгольма на коротких волнах в частоте 9670 кГц в диапазоне 31 метра. Именно для тех, кто слушает нас в этом режиме, в режиме коротких волн, аудиоверсия Масяни, эпизод 161, как объяснить детям. Мам, расскажи, что происходит. Мы не понимаем. Мы не понимаем. Мам, мы уже взрослые. Слушайте, это сложная тема, к тому же мы живем в России, поэтому говорить ни о чем нельзя. Вам расскажи, а вы потом взболтнете, где не надо, кому не надо, когда не надо. И ваши родители отправятся туда не знаю куда, затем не знаю чем, а какой не знаю какой. Мам! Мам, ну мы уже большие. Мы с ним никому не расскажем. Мы уже взрослые. Мы никому не расскажем. Кхм, слушай Хрондель, что делать-то? Надо как-то детям объяснить. Уже больше месяца война идет. Они же спрашивают, трясут меня. Ээээ, дело непростое. Надо подумать. А ты умеешь думать-то? Как-нибудь, ну, что называете, на пальцах. Так, дети, слушайте. Короче, мы решили показать вам наглядно. Типа такой маленький театрик. Садитесь и слушайте. Всем тишина, не вякать. Сразу говорю, у школы про это не болтать. Итак, начинаем. Короче, вы уже большие, пора кое-что знать. Мы с папой родились в стране, которая называлась ССР. Слышали, наверное. Большая такая страна, в которой ничего было нельзя, и всегда всего не хватало, все такие были серые, стояли в очередях за жратвой. Целыми днями. Ничего хорошего про эту страну, к сожалению, сказать я не могу. Но чё было, то было. В ней, короче, было 15 республик, доставшихся еще от Российской империи. Ну там, Фляжи потеряли по дороге, после второй себе кучу загробастали всякого. Но большая часть все-таки от империи еще, и в общем, та же империя и была, те же яйца ведь сбоку. Масянь, ты детям рассказываешь. И не надо хрюнили, в этой поговорке про куриные говорится. Хе-хе. Короче, та же империя, по сути, только царики другом назывались, не важно. ССР был основан на идиотских идеях коммунизма, и экономически был устроен через жопу, поэтому в начале 90-х развалился. Все республики стали сами по себе. В том числе и Украина, и Беларусь, и Россия. Хотя от кого объявила независимость Россия, вообще непонятно. Хе-хе-хе. От самой себя. Это же их империя была. Просто некоторые народы сумели вырваться из империи. А 160 народов по-прежнему осталось внутри. Такая вот байда. Ой, да ладно, не важно очень, что-то я запарилась. Сейчас речь не про этого, но про Лохматова. То-е-е, то есть про Украину. Столько те страны, которые недавно были СССРом захватены, еще помнили, как жили нормально. И у них получилось что-то человеческое построить. А те, которые давно в СССР, короче, при свободе, демократии жить, вообще нихрена не умели, поэтому быстренько построили себе новые диктатурки. А что такое диктатура? Э-э, ну, диктатура, это когда все решает один чувак, который наверх забрался. Как у зверей. Это, короче, как король, только совсем нихрена не добрый. Считает все своим, и всем говорит, что делать и что думать. Кто не согласен, сразу тюрьму. В лучшем случае. Вот, например, скажет, всем подданным есть говно. Ну, приходится всем подданным жрать говно, иначе убьют. Ой, ясно-ясно. Ну, и, короче, у нас в России тоже своя новая диктатурка образовалась, конечно. Пришел Путин, который типа сначала вроде даже типа как нормальный был, но постепенно, потихоньку все запретил, все прикрыл, всех выгнал, всех посадил, всех отравил, все себе присвоил. Ничего, тебе нельзя, можно только жопу лизать и дань платить. Больше ничего. Насадил атмосферу страха в стране, жесткую цензуру и полное бесправие. Ну, короче, обратно к Сталину. Ему как к ИВшнику, то время кажется клевым. А кто такой Сталин? Ой, не начинайте, не все сразу. Это был такой в СССР страшный диктатор, как Гитлер, короче, тоже много миллионов сбудил, но это отдельная тема потом. Короче, суть-то в чем? После развала СССР в России вообще был полный бардак, как и бывает после развала, как в ваших комнатах, блин. И в этом бардаке появилась куча бандитов, которые все разворовывали, все тащили, всех убивали, стреляли, делали, что хотели. Ну и получается так, что один из этих бандитов, самый наглый, самый беспринципный, Путин, захватил вообще всю Россию, разворовал со своими дружками вообще все, что можно было разворовать, построил себе кучу дворцов дебильных и возомнил себя императором. Ну и решил этот новоявленный император СССР и большую империю возвращать обратно. Сначала от Молдовы кусочек стырил, потом от Грузии кусочек стырил, даже два кусочка. В Украине же посанил свою куклу Януковича и хотел Украину просто постепенно заживать. Короче, Путин хотел ее в подлую из-под книжка сожрать. Ну, украинский народ сказал фигурки. Надоели нам цари, диктаторы, бандиты, хотим быть свободными со всем цивилизованным миром и так далее. Устроили настоящую революцию, нахрен куклу скинули, сказали, будем выбирать себе, кого хотим. А клонизаторов нам вообще нахрен не надо. Вот так. И, короче, Путин разозлился, что украинцы его, его великого императора СССР не слушаются нифига. И решил начинать захват потихоньку. Под шумок бардака революции полуостров Крым взял и оттяпал просто. Вел туда войска, а всем врал. Ой, не знаю, что за человечки какие-то бегают какие-то человечки, зеленые. Нет, не наши, наших там нету, нету наших там, не-не-не-не-не. Ну, а когда захват закончился Крыма, говорит, ну да, ну, прибрехнул я, что? Таракю-то и делаю. Идите в жопу. Я царь СССР, и вся нефть моя, поэтому денег у меня дохрена. Теперь хочу быть царицей морской, и чтоб сама королева английская бегала у меня еще два кусочка на востоке Украины оттяпал. Посадил там своих людей с автоматами и устроил мне такую бандитскую занозу в жопе Украины. А люди-то что думают? А народ чё? Протестовать не хочет? Сделали мы как-то революцию в 1917-м. Закончилось я вообще пипец тотальным террором. Спасибочки, больше не надо. Тем более, что 20 лет народу из каждой кастрюли уже вещают, что российская раса самая крутая, а остальные не до человеки, что все против нас. И НАТО мечтает захватить Кислодрищинский мухосраб. Что россияне раса господ, и император наш красавчик. Совсем ничего не ворует, и дворцов не строит, никого не убивает и не травит, а только гладит дитёв по пузам и летает на аисте. Многие россияне тоже захотели в империи жить, а остальные всех побить и захомутать. Потому что когда своя империя, этот главный, все учат твой язык, платят тебе налог и слушаются, когда человеку говорят хочешь быть хозяином? Многие соглашаются, особенно если до этого были рабами. Они правда и после этого остаются рабами, но зато главными. Хе-хе-хе-хе. А ты хотела? Нет! Империя это дикость, как каннибализм или жертвоприношение. Не перебивайте! Ну так вот, прошло несколько лет, и все это время Путин планировал как Украину захватить. Ибо бесила она его страшно. В России уже все по струнке ходили и раком стояли, как шелковые. А украинцы не только не слушались, а еще и ржали над ним. Взяли после выродства Крыма манеру Путина неприличным словом везде громко называть и песни петь с этим словом. Каким? Каким? Ну вот еще прям так я вам и сказала. Неприличным и очень обидным. Ну каким? Скажи, каким? Скажи, каким? Ну конечно, прям это для вас в этой всей истории самое интересное. Маленькие еще успеете еще всякого говна наслушать. Ну и вот, Путин стянул свои войска и просто напал. Пошел войной натуральный. Стал бомбить, стрелять ракетами, убивать, убивать, убивать детей, женщин, младенцев, стариков всех сравнивать города с землей с тысячами поубивал. Немыслимые преступления и зверства. Это просто труба. Весь мир в шоке. А нам в школе сказали, что там нацисты, а мы их спасаем. Погодите еще, вам скажут, что там мутанты, некрофаги, рептилоиды и гомопедофильные террористы инопланетяне из Зада. Из Зада. Да уж. На самом деле, Путин просто решил убить как можно больше украинцев и захватить их в страну. Все. Ничего замысловатого. Ему нужна Украина, а украинцы нет. Ну что, теперь ясно вам? Это для вас, на самом деле, такая детская версия. На самом деле, все гораздо хуже. Все, заканчиваем этот театр. Убирайте тут хлам весь. А вы идите в школу. Только там об этом все мне слово. Знаете, что сейчас совдеп номер два. Я родилась в совдепе номер один. Гадкая хрень. Когда я в детстве в школу ходила, мне мама говорила, учи физику и математику, и географию, и языки. А остальное не слушай. Тогда из нас черп и молот выкладывали, теперь из вас зэд выкладывают. Или свастику. Это одно и то же. Потому что хотят сделать бездушных и безмозглых убийц. Но вы не слушайте. Старайтесь оставаться людьми. Я как с трудом выжила в совдепе. Надеюсь, и вы выживете. Совдепе номер два. И очень надеюсь, что это последний совдеп у нас. Только перед украинцами теперь отмываться несколько поколений. Короче, дуйте. Знаете, что, дорогие родители? Давно пора валить. Чего вы тут расселись? Фига, тоже мне умники нашлись. Ну-ка валите отсюда. какие умники бы выискались. Да, надо же посмотреть, у них мозги есть, оказывается. Ну-ка дуйте в школу. А когда-то я снималась в комедиях, помнишь? А теперь нам остается только бухать в темноте. Слушай, я что думаю, Масянь? Может и правда пора валить из этой страны, пока все не устаканится? Давно пора. Только у нас с тобой родители у обоих старые, как пни. Куда мы их денем? Никуда они не поедут. Да и денег нет, вообще нихрена. А как дальше жить-то в этом псевдоме? Че делать? Че делать? Снимай штаны и бегай. Вы слушали аудиоверсию Масянь, эпизод 161, как объяснить детям. Передача Эхо Стокгольма подошла к концу. Слушайте нас в 10 вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 кГц, диапазон 31 метра. А также наши программы выкладываются на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn. Мы благодарим инициатора этого вещания, интернет-провайдера Банхов. Выпуск готовил Максим Лапецкий, социальные медиа Маркус Эриксон. Всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»